Сейчас, в годы столетия Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-18 годов, особенно актуально обращение к его наследию. А чтобы это сделать, обратиться к его наследию, необходимо это наследие иметь у себя на руках, либо в печатном, либо в электронном виде. Надо сказать, что публиковаться документы, созданные Собором, этим, наверное, самым великим за всю историю Русской Церкви Собором и по продолжительности, и по численности его членов, стали еще в период его проведения. Соборный совет, это орган, являвшийся фактически президиумом Собора, заявил о необходимости публикации всех деяний Собора практически в момент начала его работы. И эта работа тогда же и началась. В 1918 году Соборный совет выпускает первые сборники деяний Собора, а еще раньше они начали выходить в церковных ведомостях и Всероссийском церковно-общественном вестнике, этой официальной газете, которая выходила в 1917 году в Русской Церкви. Однако, к сожалению, эпоха гонений и обстановка гражданской войны не содействовала широкому распространению Соборных изданий. Мы видим в архиве Собора даже много писем с мест, которые говорят о том, что Собор работает, но мы очень мало знаем о том, что он наработал, очень мало знаем о результатах трудов Собора. Это был голос современников Собора. Что же было потом? К сожалению, в значительной степени экземпляры деяний Собора, даже те, которые были изданы, были в последующий период уничтожены. Сейчас, если вы где-то и найдете подлинное издание деяний Собора, то это будет большая библиографическая антикварная редкость. Не стоит уже и говорить о том, что сам Собор и Соборный Совет не успели опубликовать все материалы его работы. Из деяний была опубликована только часть, фактически меньше половины. Из протокола целиком не публиковались вовсе, а материалы отделов и комиссий Собора, где происходила вся самая жаркая, напряженная работа на Соборе, работа умов и работа экспертов, которые были и членами Собора, и привлекались для работы в отделах Собора, не попали вообще в публикацию и не попали в общественное поле в тот период. Десятилетия гонений на церковь закрыли вообще возможность для публикации и распространения соборных трудов, и ситуация изменилась только в начале 90-х годов. Тогда же очень многими лучшими умами нашей церкви была осознана необходимость опубликовать как можно скорее и ознакомить церковную общественность с теми трудами, которые были наработаны Собором. Так и произошло. Новоспадский Старопегиальный мужской монастырь, только возродившись по благословению сетейшего патриарха Алексея II, начал фоксимильную републикацию трудов Собора. Огромную роль в тот период в этом сыграл архимандрит Иннокентий Просвирнин, яркий деятель церковной науки и церковного просвещения рубежа 80-х и 90-х годов. И после него при владыке-наместнике Алексееве в Новоспадском монастыре началась вот эта вот работа, которую мы сегодня можем назвать очень полезной, многополезной и ценной, потому что благодаря этой работе во многих епархиях, приходах, во многих учреждениях образовательных стали хотя бы в каком-то виде известны постановления Собора. Но к нашей эпохе, к нашему времени, стала ощущаться необходимость полного издания документов Собора. И вот несколько лет назад в том же Новоспадском монастыре уже при наместнике епископа Сави по благословению святейшего патриарха Кирилла началась работа по изучению всего соборного наследия. Надо отметить, что соборный архив практически целиком сохранился. Нам известно только о порядка 10-12 единицах хранения соборного архива, которые были утрачены. Причем они были утрачены каким-то очень загадочным путем в 20-е годы, несмотря на то, что в 21-м году один из членов Собора, Степан Григорьевич Рункевич, свез весь соборный архив из епархиального дома в Лиховом переулке, где сам собор и проходил, в государственный архив. И соборный архив был принят на хранение в государственном архиве с 21-го по 30-й год вот эти 212 единиц хранения, в том числе, например, очень ценные бы для нашего времени протоколы заседания библейского отдела, были утрачены. Но, тем не менее, более 95, наверное, можно сказать так, процентов соборного архива сохранились в целости. И вот на базе этого в 2011-2012 году мы начали публикацию документов Священного Собора. Совершенно четко можно сказать, что при изучении соборных документов, при первой публикации многих из его документов вскрылись совершенно невиданные до того высоты церковной, канонической, исторической мысли, которых достигали члены Собора. Но с другой стороны скрылись и чисто человеческие отношения членов Собора. Их достаточно простой и искренний подход к делу. И действительно, мы видим по документам, что благодать Святого Духа собрала их и переваривала совершенно разные точки зрения, разные мышления, разные подходы, разные практики в Соборной палате и в кабинетах, где заседали отделы Собора. И, наверное, самая большая ценность документов Собора в том, что они задают уровень дискуссии. Уровень любой церковной дискуссии. Для того, чтобы научиться правильно говорить, правильно ставить вопросы, правильно отвечать на вопросы, правильно отвечать своим оппонентам, наверное, надо обращаться к этим документам. Но документы имеют и чисто практический характер, потому что, с одной стороны, многие сферы церковной жизни, регулирование, по которым было предложено Собором тогда, сто лет назад, до сих пор как-то специально не урегулированы. И таким образом документы Собора в этом смысле в полном виде могут быть для нас руководством к действию. И, конечно, они являются еще и культурным достоянием, потому что именно в тех условиях, в той обстановке лучшие люди русской церкви, которых избрали епархии, которых избрали учреждения русской церкви, действовали именно так. Они показывали способ действия христианина, способ действия церковного человека именно в таких очень непростых условиях революции и начинавшейся гражданской войны. И вот, учитывая еще и то, что более 50 членов Собора ныне канонизированы и прославлены в лике святых русской православной церкви, мы можем обращаться к документам Собора и как к историческому наследию, и как к духовному наследию, элементы которого могут нас сегодня учить, слова из которого могут становиться для нас сейчас какими-то отправными пунктами для того, чтобы поступать так или иначе. Я должен, конечно, сказать, что сейчас документы представляются в серьезном академическом виде, с вступительными статьями, комментариями, но все больше и все более частое прочтение этих документов приводит к тому, что нам наследие Собора становится известнее, нам люди Собора становятся тоже известнее, и в том числе в большом томе, который должен появиться в свет, с биографиями членов Собора мы прочтем о судьбах этих более чем 500 людей, которые искренне служили русской церкви, и многие из которых за церковь русскую положили свои жизни. Я думаю, что в наш юбилейный период и после него документы Собора и судьбы его членов являются своеобразным учебником. Я очень надеюсь, что все мы этот учебник будем вместе читать, и от этого наша жизнь станет более фундированной на христианских и на истинных евангельских началах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok